Фрагмент семинара Сообщества Духа. Упражнение Сталь-Асталь. Упражнение Сталь-Асталь. Что это такое? Сталь-Асталь – это специфическое духовное упражнение для членов сообщества анонимных алкоголиков, которые хотят добиться четвертого измерения бытия. Идея упражнения Сталь-Асталь была дана мне одним из моих духовных учителей Марком Хьюстоном. Название Сталь-Асталь взято из библейского духовного принципа, описанного в Библии в книге Притчи, 27 глава, 17 стих. Железо железо острит, и человек изощает взгляд друга своего. Перефразировав эту строчку, мы взяли ее за основу упражнения. Железо железо острит, так и один человек острит другого. Упражнение Сталь-Асталь глубоко повлияло на меня. Это постоянная возможность приобретать новый духовный опыт. Сталь-Асталь – это очень сильное духовное упражнение. Группа для упражнения Сталь-Асталь собирается из людей, которые имеют глубокую личную заинтересованность и желание в получении нового духовного опыта. Каждый из членов группы должен понимать свою личную ответственность перед другими членами группы за посещение собраний Сталь-Асталь. Каждый из членов группы Сталь-Асталь должен быть полностью заинтересован в том, чтобы помочь своим товарищам достичь более высокого уровня духовности в нашем общем сообществе духа, путем постоянного поднятия духовной планки. Процесс упражнения Сталь-Асталь очень объединяет всех членов группы особой духовной связью, по мере того, как они растут в своем сознательном контакте с Богом и их жизни становятся лучше, чем они когда-либо могли мечтать. Упражнение Сталь-Асталь – это упражнение действий и любви. Это не упражнение для людей, которых интересуют полумеры. Пожалуйста, не начинайте процесс Сталь-Асталь до тех пор, пока вы полностью не подчинили свою жизнь этой простой программе и не приняли философию жизни А.А. Это упражнение для тех, кто хочет и готов приложить действия, чтобы обрести эмоциональную трезвость, личный духовный рост, здоровые духовные отношения в доме, здоровые отношения на работе, здоровые отношения к деньгам, стремление к помощи другим и, самое главное, расти в сознательном контакте с Богом и помогать другим приближаться к Богу. В упражнении Сталь-Асталь у нас нет запретных тем для обсуждения. Мы даем друг другу духовную лицензию на доступ к любым сферам нашей жизни, ко всем нашим секретам и тайнам. В упражнении Сталь-Асталь все сферы наших жизней лежат открытыми перед нашими партнерами по упражнению и они с любовью показывают нам на наши ошибки, самообман, заблуждение и проявление нашего эгоизма. Мы готовы услышать правду от других людей о нашей жизни, так как это помогает нам духовно расти в нашей трезвости и приобретать новый духовный опыт. Вместе мы молимся, медитируем и проверяем друг друга, так как мы встретили друг друга на нашем общем нелегком пути счастья. Собрание группы Сталь-Асталь Собрание группы Сталь-Асталь проходит с целью поиска правды о твоем нынешнем духовном состоянии. Опыт показал, что 4 человека в группе – оптимальное число участников. Каждый член группы получает возможность рассказать о своей жизни в течение времени, которое прошло с последнего собрания группы. Мы используем других членов группы как духовное зеркало, через которое мы можем видеть правду о себе и честную картину нашей жизни. Сначала мы говорим, потом слушаем обратную связь от членов нашей группы. В сущности, мы позволяем нашей группе быть голосом Бога в наших жизнях. Они должны быть достаточно духовно очищены, чтобы Бог мог говорить через них. В редких случаях можно делать это упражнение с людьми, которые достаточно глубоко продвинулись в своем девятом шаге. Но опять же, опыт показал, что лучшие результаты достигаются с теми, кто имеет опыт во всех 12 шагах. Собрание группы Сталь-Асталь начинается с нескольких минут тишины, и каждый член группы пытается отложить в сторону все свои мысли и очистить свой разум от мысли. Затем читается молитва. Просьба к Богу, чтобы он помог отложить в сторону весь свой прежний опыт и попытаться увидеть новую правду о себе. Молитва может выглядеть примерно так. Боже, мы приглашаем Тебя в эту комнату, чтобы Ты руководил нами и направлял нас на поезд Твоей правды о нас. Отец, просим Тебя, помоги нам отложить в сторону то, что каждый из нас думает о себе, о Тебе, Господи, о других людях и о мире, так как наши знания блокируют нас от Твоей правды. Господи, помоги нам отложить в сторону все, что мы думаем, знаем об этом процессе, этом упражнении и нашем духовном состоянии. Боже, избавь нас от наших страхов, чтобы мы могли услышать Твою правду из уст членов этой группы. Дай нам силу и мужество делиться Твоей правдой друг с другом в атмосфере любви, милосердия и сострадания. Аминь. Мы начинаем наше собрание с чтения большой книги. Кто-то читает книгу с 60-й страницы 2-го параграфа по 61-ю страницу 3-й параграф. Это чтение должно напомнить нам о том, что является корнем нашей проблемы, кто является причиной наших бед, что будет с нами, если мы не избавимся от эгоизма, эгоцентризма, какое решение мы принимаем в третьем шаге, почему мы здесь, кто делает наше выздоровление возможным. Затем читается молитва третьего шага. Все члены группы должны подтвердить их решение тем, что они присоединяются к чтению молитвы. Когда мы делаем упражнение «сталь-а-сталь», мы используем таймер. У каждого есть 10 минут, чтобы ответить на все предложенные вопросы. Только 10 минут. Это важно. Этого достаточно, чтобы ответить на вопросы четко и ясно. Мы рассказываем факты, а не истории. Если мы начнем рассказывать истории, то наш эгоизм начнет оправдывать какие-то наши поступки или наши бездействия. Лимит времени не позволяет нам уйти в оправдание. Будьте строгими в отслеживании времени. Каждый член группы делится тем, какие трудности у них были с тем, чтобы оставаться на духовном пути. Будьте готовы прямо и честно обсудить свои трудности. Помните, что мы не должны оставить что-то необговоренным или уйти с секретом. Мы должны быть честными, если хотим получить результат. Мы все страдаем от эгоизма, эгоцентризма, и нам нужна помощь Бога, чтобы исцелить нашу поломанную волю. Мы должны быть бдительными в отслеживании наших трудностей, и нам нужна помощь нашей группы, чтобы она толкала нас вперед по нашему духовному пути, или же помогала нам выбраться из ловушки самообмана. Когда мы честны и идем духовным путем, наш эгоизм отступает. Мы здесь для того, чтобы помочь друг другу увидеть правду о самообмане, который приносит боль в нашу жизнь, и для того, чтобы увидеть Божью правду. Мы здесь не для того, чтобы судить, критиковать, спорить или унижать кого-то. Мы стараемся быть добрыми, нежными и отзывчивыми. Единственное наше желание – это помочь друг другу увидеть наши духовные неисправности и помочь починить их. Мы здесь для того, чтобы учиться жить трезвыми и жить счастливой жизнью, под защитой Бога и направляемыми Его руководствами. После того, как мы поделились тем, что происходит в нашей жизни, мы проходим по кругу, и каждый член группы может прокомментировать Ваш рассказ и дать Вам обратную связь, которая основана на их опыте и может быть полезна для Вашего духовного роста по направлению к Богу. Комментарии и обратная связь звучат в виде фразы вопроса «Как ты думаешь, это возможно?» Например, «Как ты думаешь, возможно такое, что если ты на следующей неделе пойдешь не на две группы, а на четыре, то будешь чувствовать себя лучше?» «Как ты думаешь, это возможно, что если ты будешь приходить на работу вовремя, то тебе не будут делать замечания?» и так далее. Это делается потому, что мы, как алкоголики, имеем особое свойство. Мы можем видеть проблему, но если кто-то говорит нам «Посмотри на себя, ты не прав, что не ходишь на группы», первая реакция на такую фразу – защита и непринятие. Но если сформулировать в виде «Как ты думаешь, возможно такое, что если ты на следующей неделе пойдешь не на две группы, а на четыре, то будешь чувствовать себя лучше?» То может прийти мысль «Может быть, действительно, я буду чувствовать себя лучше, если буду ходить на четыре группы в неделю?» У каждого члена группы должен быть блокнот, чтобы он мог записывать вопросы и обратную связь других членов группы. В обратной связи не должно быть грубости, осуждения, критики или насаждения своих идей. Обратная связь должна быть честной и нести искреннее желание помочь. Она должна даваться в атмосфере любви. Ни при каких обстоятельствах мы не должны защищаться и оправдываться, если нам не понравилась обратная связь. Все, что нам говорят, мы записываем и добавляем их в наши медитации и общение с Богом. В медитации мы позволяем Богу быть нашим финальным судьей. Еще раз, мы не защищаем себя. Мы просто слушаем и записываем обратную связь, чтобы потом разобраться с ней во время нашей медитации. На следующем собрании мы начинаем наш рассказ с того, что пришло к нам в медитациях по поводу того, что мы обсуждали на прошлом собрании и по поводу обратной связи, которую мы получили. Мы также говорим, какие действия предприняли или не предприняли из того, что нам было предложено, и каков был результат. Затем, в течение своих 10 минут, делимся тем, что произошло в нашей жизни с момента последней встречи. Вопросы по упражнению «Сталь о сталь». В течение 10 минут дайте точные и детальные ответы на эти вопросы. А. Круг и треугольник. Вопрос 1. Где ты в точности на каждой стороне треугольника? Вопрос 2. Где ты в точности в процессе работы по шагам? Вопрос 3. Где ты в точности на стороне единства, традиции? Вопрос 4. Где ты в точности на стороне служения, концепции служения? Вопрос 4. Молитва и медитация. Вопрос 1. Как много вечерних инвентаризаций и медитаций ты сделал с момента нашей последней встречи? Вопрос 2. Как много утренних молитв и медитаций ты сделал с момента нашей последней встречи? Вопрос 3. Использовал ли я свои вечерние инвентаризации в моих утренних медитациях? Вопрос 4. Какие мои отношения с Богом сейчас? Испытываю ли я свой дух? Если да, то как? Если нет, то почему нет? Вопрос 5. Какие упражнения я делаю и какие инструменты использую для того, чтобы расти в моих отношениях с Богом? Вопрос 6. Молился ли я молитвой девятого шага каждый день? Вопрос 7. Молился ли я за других людей? Молился ли я за себя? Молился ли я, чтобы быть полезным Богу? Вопрос 8. Приглашал ли я к молитве членов моей семьи и молился ли я за них? В. Моя программа в АА. Вопрос 1. Сколько собраний АА ты посетил с момента нашей последней встречи? Вопрос 2. Есть ли у меня домашняя группа? Какое служение я делал для моей домашней группы? Являюсь ли я секретарем, чайханщиком, помогаю в уборке помещений, являюсь представителем в интергруппе или членом комитета? Вопрос 3. Как я поддерживал новичков на моей домашней группе или на других группах АА? Вопрос 4. Является ли моя духовная жизнь подотчетной кому-нибудь? Спонсору, духовному советнику, пастору, священнику? Вопрос 5. Есть ли у меня спонсор? Как я использую своего спонсора? Подотчетна ли моя программа моему спонсору? Встречался ли или созванивался ли я регулярно со своим спонсором? Вопрос 6. Являюсь ли я спонсором? Если да, то что я делал для моих спонсируемых с момента нашей последней встречи? Делился ли я со своим спонсируемым даром, который был подарен мне в свое время? Г. Отношения. Вопрос 1. Какие у меня были отношения с моими друзьями, товарищами из АИА, соседями, коллегами по работе, окружающими людьми с момента нашей последней встречи? Вопрос 2. Как я себя вел с этими людьми? Был ли я добр с ними, отзывчивым, любящим или наоборот, был ли я эгоистичным, зацикленным на себе, грубым? Если я задевал других людей, просил ли я сразу же прощения за это? Есть ли кто-то, кого я задел и не попросил прощения? Вопрос 3. Была ли у меня похоть переспать с кем-то? Вопрос 4. Была ли у меня зависть кому-нибудь? Вопрос 5. Счастлив ли я от того, что имею, или меня сводит с ума то, чего я не имею? Пункт Д. Домашняя жизнь. Вопрос 1. Какая жизнь в моей семье? Хочет ли моя супруга и или дети проводить время со мной? Приношу ли я радость и веселье в мой дом? Вопрос 2. Был ли я добр? Был ли я внимателен к членам моей семьи и их потребностям? Был ли я понимающим? Был ли я любящим? Вопрос 3. Была ли необходимость спросить прощения? В скобках. Я бы повышал голос, высмеивал кого-то, сломал что-то, хлопал дверью. Попросил ли я прощения? Вопрос 4. Спорил ли я или ссорился с кем-нибудь из моей семьи? Женой, детьми, родителями, родителями жены? Лез ли я не в свое дело? Вопрос 5. Были ли у меня проблемы с сексом? Есть ли у меня интимные, доверительные отношения с моей супругой? Вопрос 6. Фантазирую ли я о сексе с другими? Переходят ли мои фантазии в действия? Порно, мастурбация, общение с другими женщинами, мужчинами на сайтах знакомств? Порно, мастурбация, флирт. Пункт Е. Работа, карьера. Вопрос 1. Как дела у меня на работе, учебе или карьере? Занимаюсь ли я служением и стараюсь ли быть полезным другим на своей работе? Вопрос 2. Были ли у меня проблемы с моим начальником или коллегами по работе? Был ли я сухим или не сдержанным в общении? Вопрос 3. Как я тратил деньги, какие делал покупки? Достаточно ли у меня денег, чтобы платить по счетам? Трачу ли я слишком много денег? Вопрос 4. Трачу ли я деньги со своей кредитной карточки? Беру ли я деньги в долг? Вопрос 5. Трачу ли я деньги на благотворительность? Вещи, время или деньги? Трачу ли я деньги на благотворительность? Был ли я хорошим распорядителем Божьих денег? Пункт Ж. Жизнь в общем. Вопрос 1. Как мое физическое здоровье? Есть ли у меня избыток веса? Упражняю ли я свое тело? Упражняю ли я свое мышление? Вопрос 2. Держу ли я свое слово? Прихожу ли я вовремя на встречи? Делаю ли я то, что говорю, и говорю то, что делаю? Вопрос 3. Хорошее ли у меня отношение к моей жизни? События идут в моей жизни согласно моему плану или согласно Божьему плану? Вопрос 4. Использую ли я матерные слова в своем лексиконе? Преамбула группы Сталь Асталь Добро пожаловать на группу Сталь Асталь Железо железо острит, так и один человек острит другого. Стиль жизни анонимных алкоголиков – это паломничество. Иногда дорога кажется нам сложной, и мы начинаем чувствовать себя одиноко. Иногда мы можем почувствовать приступ жалости к себе. Наше мужество покидает нас, и нам хочется свернуть с дороги и прервать наше путешествие. Чтобы мы могли двигаться дальше, Бог посылает нам друзей, которые в наши трудные времена могут сойтись поближе и поддержать нас, чтобы мы не упали. Одним из самых дорогих Божьих подарков для нас являются друзья, которые подбатривают нас и с любовью возвращают нас на духовный путь, если мы с него сбились и помогают нам идти по этому пути. Согласно Библии, друзья – это те, кто помогают тебе возрастать в Боге и духовности. Показателем настоящих друзей является то, что дружба с ними приближает тебя к Богу. Они обтачивают тебя и мотивируют тебя поступать правильно. Искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего. Притчи 27 глава 6 стих То есть настоящие друзья говорят тебе правду, даже рискуя задеть твои чувства, потому что они любят тебя и в своем сердце хотят тебе лучшего. Будь осторожен в выборе друзей, проявляй мудрость в выборе ближайших друзей. Не ищи идеальных друзей, но ищи друзей, чьи сердца направлены к Богу. Это обоюдно важно для показателя того, каким другом являешься ты для других. Как друг, ты должен ставить нужду друга перед своей нуждой. Стремись к поиску таких друзей, которые будут помогать тебе становиться таким человеком, которым Бог хочет, чтобы ты был. Когда ты найдешь таких друзей, будь бдительным и внимай тому, как Бог использует их для того, чтобы помочь тебе стать духовно зрелым человеком. Старайся также быть добрым и к другим людям, которые помогают окружающим искать Бога и быть более благочестивыми в их жизни. Текст взят из книги «Медитации на каждый день. Духовный опыт. День за днем». Мы начинаем наше собрание с чтения большой книги. Кто-то читает книгу с страницы 60-й, 2-го параграфа, по 61-й странице, 3-й параграф. Это чтение должно напомнить нам о том, что является корнем нашей проблемы. Кто является причиной наших бед? Что будет с нами, если мы не избавимся от эгоизма, эгоцентризма? Какое решение мы принимаем в третьем шаге? Почему мы здесь? Кто делает наше выздоровление возможным? Затем читается молитва третьего шага. Все члены группы должны подтвердить их решение тем, что они присоединяются к чтению молитвы. Эгоизм, эгоцентризм. В этом мы полагаем корень всех наших проблем. Ведомые сотнями форм страхов, самообмана, своей корысти, жалости к себе, мы расталкиваем локтями окружающих, а они платят нам той же монетой. Иногда они причиняют нам боль без всякого, как нам кажется, повода. Но мы неизменно обнаруживаем, что когда-то давно выбор сделали, думая лишь о себе, потому-то нам и досталось впоследствии. Таким образом мы сами являемся причиной наших бед. Они начинаются в нас. Алкоголик представляет собой законченный пример бунта своей воли, но сам он, конечно же, так не считает. Прежде всего мы, алкоголики, должны освободиться от этого эгоцентризма. Мы должны сделать это, иначе он убьет нас. Бог делает это возможным. Часто нельзя избавиться от эгоцентризма без его помощи. Многие из нас обладали моральными и философскими убеждениями в изобилии, но мы не могли жить в соответствии с ними, как бы нам того ни хотелось. Мы не могли стать менее эгоцентричными, хотя очень желали этого и прилагали все силы. Нам нужна была помощь Бога. Здесь мы объясняем, как это делается и почему нужно действовать именно так. Прежде всего мы должны были перестать играть роль Бога для самих себя. Это не дало никаких результатов. Затем мы решили, что с этого момента, в этой жизненной драме, Бог будет нашим руководителем. Он наш начальник, мы исполнители агенты его воли. Он наш отец, мы его дети. В большинстве своем полезные идеи просты, и этот принцип стал краеугольным камнем новой триумфальной арки, пройдя под которой мы вышли к свободе. Когда мы искренне приняли эти условия, произошли удивительные вещи. У нас появился новый хозяин. Будучи всемогущим, он давал нам все, что нужно, когда мы не отдалялись от него и выполняли его волю. Взяв это за основу, мы стали все меньше и меньше интересоваться собой, нашими маленькими планами и прожектами. Все больше и больше нас интересовало, какой вклад мы можем внести в жизнь людей. Так как мы ощутили в себе новые силы, приобрели душевное спокойствие, обнаружили, что можем добиться успеха в жизни и осознали его присутствие, мы утратили страх перед настоящим и будущим. Мы заново родились. Мы подошли к третьему шагу. Многие из нас сказали нашему Создателю, такому, как мы понимали его, «Господи, я передаю себя Тебе, чтобы Ты создавал и творил со мной, как Тебе угодно. Освободи меня от рабства эгоизма, чтобы выполнять Твою волю. Удали все то, что тяготит меня, чтобы эта победа была свидетельством для тех, кому я мог бы помочь и помогу Твоей силой, Твоей любовью, Твоим путем в жизни. Да исполняю я волю Твою всегда». Мы долго размышляли, прежде чем сделать этот шаг, чтобы быть уверенными в нашей готовности отдаться Ему окончательно. Молитва перед началом группы Боже, мы приглашаем Тебя в эту комнату, чтобы Ты руководил нами и направлял нас на поиск Твоей правды о нас. Отец, просим Тебя, помоги нам отложить в сторону все то, что каждый из нас думает о себе, о Тебе, Господе, о других людях и о мире, так как наши знания блокируют нас от Твоей правды. Господи, помоги нам отложить в сторону все, что мы думаем-знаем об этом процессе, этом упражнении и о нашем духовном состоянии. Боже, избавь нас от наших страхов, чтобы мы могли услышать Твою правду из уст членов этой группы. Дай нам силу и мужество делиться Твоей правдой друг с другом в атмосфере любви, милосердия и сострадания. Аминь. Вопросы по упражнению «Сталь о сталь». В течение 10 минут дайте точные и детальные ответы на эти вопросы. А. Круг и треугольник. Вопрос 1. Где ты в точности на каждой стороне треугольника? Вопрос 2. Где ты в точности в процессе работы по шагам? Вопрос 3. Где ты в точности на стороне единства, традиции? Вопрос 4. Вопрос 4. Где ты в точности на стороне служения, концепции служения? Вопрос 4. Вопрос 4. Молитва и медитация. Вопрос 5. Как много вечерних инвентаризаций и медитаций ты сделал с момента нашей последней встречи? Вопрос 5. Как много утренних молитв и медитаций ты сделал с момента нашей последней встречи? Вопрос 3. Использовал ли я свои вечерние инвентаризации в моих утренних медитациях? Вопрос 4. Какие мои отношения с Богом сейчас? Испытываю ли я свой дух? Если да, то как? Если нет, то почему нет? Вопрос 5. Какие упражнения я делаю и какие инструменты использую для того, чтобы расти в моих отношениях с Богом? Вопрос 6. Молился ли я молитвой девятого шага каждый день? Вопрос 7. Молился ли я за других людей? Молился ли я за себя? Молился ли я, чтобы быть полезным Богу? Вопрос 8. Приглашал ли я к молитве членов моей семьи и молился ли я за них? В. В. Моя программа ВАА. Вопрос 1. Сколько собраний АА ты посетил с момента нашей последней встречи? Вопрос 2. Есть ли у меня домашняя группа? Какое служение я делал для моей домашней группы? Являюсь ли я секретарем, чайханщиком, помогаю в уборке помещений, являюсь представителем в интергруппе или членом комитета? Вопрос 3. Как я поддерживал новичков на моей домашней группе или на других группах АА? Вопрос 4. Является ли моя духовная жизнь подотчетной кому-нибудь? Спонсору, духовному советнику, пастору, священнику? Вопрос 5. Есть ли у меня спонсор? Как я использую своего спонсора? Подотчетна ли моя программа моему спонсору? Встречался ли или созванивался ли я регулярно со своим спонсором? Вопрос 6. Являюсь ли я спонсором? Если да, то что я делал для моих спонсируемых с момента нашей последней встречи? Делился ли я со своим спонсируемым даром, который был подарен мне в свое время? Г. Отношения. Вопрос 1. Какие у меня были отношения с моими друзьями, товарищами из АИА, соседями, коллегами по работе, окружающими людьми с момента нашей последней встречи? Вопрос 2. Как я себя вел с этими людьми? Был ли я добр с ними, отзывчивым, любящим или наоборот, был ли я эгоистичным, зацикленным на себе, грубым? Если я задевал других людей, просил ли я сразу же прощения за это? Есть ли кто-то, кого я задел и не попросил прощения? Вопрос 3. Была ли у меня похоть переспать с кем-то? Вопрос 4. Была ли у меня зависть к кому-нибудь? Вопрос 5. Счастлив ли я от того, что имею, или меня сводит с ума то, чего я не имею? Пункт Д. Домашняя жизнь. Вопрос 1. Какая жизнь в моей семье? Хочет ли моя супруга и или дети проводить время со мной? Приношу ли я радость и веселье в мой дом? Вопрос 2. Был ли я добр? Был ли я внимателен к членам моей семьи и их потребностям? Был ли я понимающим? Был ли я любящим? Вопрос 3. Была ли необходимость спросить прощения? В скобках. Я бы повышал голос, усмеивал кого-то, сломал что-то, хлопал дверью. Попросил ли я прощения? Вопрос 4. Спорил ли я или ссорился с кем-нибудь из моей семьи? Женой, детьми, родителями, родителями жены? Лез ли я не в свое дело? Вопрос 5. Были ли у меня проблемы с сексом? Есть ли у меня интимные, доверительные отношения с моей супругой? Вопрос 6. Вопрос 6. Фантазирую ли я о сексе с другими? Переходят ли мои фантазии в действия? Порно, мастурбация, общение с другими женщинами, мужчинами на сайтах знакомств? Флирт? Пункт Е. Работа, карьера. Вопрос 1. Как дела у меня на работе, учебе или карьере? Занимаюсь ли я служением и стараюсь ли быть полезным другим на своей работе? Вопрос 2. Были ли у меня проблемы с моим начальником или коллегами по работе? Был ли я сухим или не сдержанным в общении? Вопрос 3. Как я...